Война Война – это ужас, ад – смерть. Но только там мы нашли настоящих друзей и научились ценить жизнь, признаются запорожские афганцы. Война – это тяжело, но это лучшие годы моей жизни. Почему? Потому что там проверяется человек. Знаете, не было какой-то жадности, какого-то жилобства. Странно, что сейчас, может быть, об этом не задумываются, как о человеческих качествах. Но мир, мне кажется, перевернулся. Выжить и при этом остаться человеком. По словам афганцев, это было самое сложное испытание войной. Самое трудное было – это переломить нашу психологию, что надо убивать людей. Многие не выдерживали, рассказывают воины-интернационалисты. Были и такие, кто принял ислам и остался там жить. В Украине уже несколько раз побывал наш афганец, который остался жить там. У него уже там и несколько жен, и дети. Но он был, навестил и вернулся назад в Афганистан, жить дальше. По словам запорожских афганцев, в том, что они оказались на войне, которую потом многие назвали ненужной и бессмысленной, сегодня они уже никого не винят. Более того, если что, готовы вновь стать под ружьем. Какая может быть обида? Наверное, во всем мы виноваты сами. Зачем же кого-то винить? Думали помочь и выйти оттуда. А оказалось, задержались там почти на полных 10 лет. Потому что этого требовало время. Любой из нас, кто сегодня здесь, кто приходит сюда 15 февраля, наверное, не задумываясь, сказал бы, что случись что, я опять поехал бы туда. Сейчас о нас стараются забыть и лишний раз не вспоминать. С горечью сердца говорят люди, выполнявшие интернациональный долг. То, что мы сами для себя делаем, и все. А чтобы какое-то внимание было, ну нет, 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 нет. Может быть, не очень мы удобны и правительству, и власти. Может быть, поэтому очень мало людей вошел во власть. Вот на выборах на этих. Но мы будем делать свои уроки, выносить. 25% оплаты за коммунальные услуги. Это самое существенное. Декларируются еще многие льготы, но, к сожалению, они не выполняются в связи с отсутствием средств. Всего в Афганской войне принимало участие около 5,5 тысяч жителей нашей области. Живыми не вернулись 128 солдат. В память о них в Свято-Андреевском соборе провели панихиду.